Здравствуйте! В эфире рубрика «Живая среда» и мы снова в гостях в контактном зоопарке «Лапки». Михаил Кабаков познакомит нас сегодня с енотом. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Сейчас очень часто енотов держат дома, то есть это стало модно, это стало престижно, у кого есть деньги, и, конечно же, заводят енотов. Но, к сожалению, их недолго держат, потому что еноты взрослеют. То есть пока енот маленький, он забавно бегает по квартире, начинает все стирать и ко всем проявлять внимание, когда енот вырастает, вот такой коник, около 12 килограмм, конечно же, енот приносит всякие беды. Открывает, возможно, и шкафчики, залазит какие-то... И, конечно же, он может открыть и холодильник, и шкаф. И самое интересное, что он ест все подряд, то есть это всеядное животное, и он тихует, конечно же, по всей квартире еду. И, конечно же, эта еда начинает пропадать, и она начинает пахнуть. Вот, енот падаль уже не с удовольствием ест, а с удовольствием собирают енота-заначки люди, которые заводят енота. Михаил, почему полоскун? Потому что они живут возле водоемов, и, конечно же, они стирают свою еду, своих детей, конечно же, в воде. Поэтому енот-полоскун, то есть они очень часто охотятся на рыбу, у них очень плохое зрение, и у них лапы развиты больше, чем зрение. То есть они лапами добывают себе еду, ищут всяких рачков, и все-все-все вот такое именно лапами. Значит, лапы такие быстрые, что когда рыба мимо проплывает, он ее хватает точно так же, как медведь. Ну, он у вас практически очень ручной, все ли такие, да? Он всегда ручной. Сколько ему по возрасту? Сейчас ему два с половиной года. И зовут его? Его зовут Пузырь, он действительно Пузырь, то есть он очень тяжелый, он очень толстый. Конечно же, почему он ручной? Потому что его постоянно держат, его постоянно гладят, и, конечно же, он выкормлен соски. То есть, если животное взять с природы, он, конечно, такой не будет. В природе они в ночное время охотятся, в дневное. Ночные животные, то есть это хищник, он с удовольствием охотится ночью, и, конечно же, нападают они на квартиры тоже ночью. То есть, очень часто в Европе еноты залазят в форточки, и, конечно же, они поднимают, вынимают со всяких закромов все, и люди часто просыпаются от того, что все гремит. А вы все же не советовали бы заводить вот в качестве, как бы, порошки или домашних? Вообще, я могу, знаете, я на самом деле могу посоветовать то, что если сейчас, в данный момент, люди заняты работами, то есть, и заводить вот такое животное, это просто реально человек. Если им не заниматься вот так вот, он такой не будет, то есть, он будет грызть, он будет орать, он будет визжать, он будет нападать. То есть, если человек запустит енота, ну, я имею в виду, запустит в плане того, что перестанет с ним работать, он просто одичает и начнет нападать на человека. Ему придется отдельную комнату, либо, конечно же, куда-то убирать, потому что это очень часто происходит. Вот, даже не будем далеко ходить, люди заказали с Новосибирска енота, вот она самка. Она у нас дикая, к сожалению, то есть, мы ничего сделать не сможем, потому что она уже была взрослая, то есть, ей 8 месяцев было. Как долго в природе они живут? В природе они живут так же, как собака, то есть, 10-12 лет в зоопарках они живут и по 20 лет, потому что, во-первых, не надо искать никакой еды, во-вторых, никаких чищников нет, никаких ран нет. Единственное, что, самое главное, рацион. То есть, нельзя енота кормить колбасой, нельзя кормить всякими китикитами или еще чем-то, то есть, это только натуральная еда. То есть, будет натуральная еда, енот будет себя чувствовать хорошо. Не будет натуральной еды, конечно же, как и мы, будем болеть, и, естественно, он долго не проживет. На этом все, спасибо, до новых встреч!